2019 год объявлен в Свердловской области годом Павла Петровича Бажова. В регионе проходят сотни мероприятий, приуроченных к 140-летию писателя, в их числе и День Бажова. День Бажова прошел уже практически во всех городах Свердловской области, и тагильчане к этому событию подошли творчески. В Нижне-Тагильском драматическом театре показали премьеру спектакля «Серебряная копытца», а в библиотеках города провели тематические квесты. Театр драмы уже не в первый раз обращается к творчеству Павла Петровича Бажова. Этот спектакль камерный, первыми его увидели тагильские школьники. В числе зрителей нового представления был и правнук знаменитого уральского писателя Алексей Бажов, а также организатор мероприятий, директор благотворительного фонда Бажов. Это событие. Это событие не просто регионального плана, на мой взгляд, это событие, ну, по крайней мере, российского уровня точно. Потому что давно Бажова никто не ставил, и поэтому как мы могли не приехать в ваш замечательный город, как мы не могли не поблагодарить жителей, главу, администрацию за вот такие вот инициативы и за такую любовь к творчеству Павла Петровича Бажова. Мы хотим, чтобы Бажова читали. И мы вместе с детьми, вот прямо по ролям, вот читаем вот этот вот сказ Бажова «Серебряные копытцы». Ну, по страничке там, по абзацу читаем, читаем, читаем и так до конца. Пока одни школьники смотрели спектакль, ребята из школы номер 64 проходили квест, организованный Центральной городской библиотекой. Юные исследователи выполняли задания, связанные с биографией и сказами Павла Петровича Бажова. А после они встретились с хозяйкой Медной горы, которая рассказала им о самоцветных камнях и их особенностях. Мне очень понравилось. Мы ходили и в дом художника, и в парк Бондин, и к фонтану, и к драматическому театру. А сейчас пришли к хозяйке Медной горы. Я узнал новые камни, название их. Я увидел их цвета, и мне очень запомнился камень один. Бирюза. Инициативу проведения Дня Бажова поддержал и глава города Владислав Пинаев. Он выступил на премьере спектакля, открыл квест в Центральной библиотеке, а затем присоединился к акции «Урал читает Бажова» и прочёл школьникам отрывок из сказок «Хрустальный лак». Заварит от лак, глядя по месту, либо тагильским, либо нивьянским, а больше того, хрустальным. К большому сожалению, сейчас я немножко читаю другую литературу, хотя, наверное, для истории, чтобы больше понимать родной край, наверное, стоит их перечитывать. Почему? Потому что смысл в этих произведениях, это действительно, может быть, даже неправильно сказал сказки, это сказы. Это, не знаю, передача истории, это передача того духа, того времени. Акция «Урал читает Бажова» стартовала в Нижнем Тагиле в начале года. Участники должны были прочесть любой сказ Павла Петровича на камеру и выложить в интернет. По словам директора благотворительного фонда «Бажов», в сравнении с другими городами Нижний Тагил представил рекордное количество роликов – больше ста. И это ещё не конец. Акция будет идти до конца года. А тех, кто уже принял участие, отметили благодарственными письмами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова